Мартин Эмис «Ночной поезд». Роман. Перевод с английского. Издательство «Махаон. Москва». 2000 год. Читает Игорь Мурашко. Посвящается Солу и Денис. Часть первая. Отдача. Я полиция. Допускаю это странное заявление, по крайней мере, странный оборот речи, но так уж повелось. Между своими ни один из нас не скажет «Я полицейский» или «Я офицер полиции». У нас говорят «Я полиция». Стало быть, я полиция и зовут меня детектив Майкл Хулиган, а еще я женщина. Хочу рассказать о самом тяжелом деле из всех, какие мне доводилось расследовать, точнее о том, которое для меня лично оказалось хуже некуда. Когда служишь полиции, понятие «хуже некуда» оказывается весьма растяжимым. Сходу не определить, что за ним кроется. Его границы с каждым днем раздвигаются все шире. Хуже не бывает, спросим мы. Бывает, да еще как. Но для детектива Майкл Хулиган это было самое тяжелое дело. Центральное полицейское управление насчитывает 3000 штатных сотрудников. Они приписаны к великому множеству отделов и подразделений, отрядов и групп, названия которых постоянно меняются. Личные составы расследуют государственные преступления, изнасилования, похищения людей, преступления против личности, квартирные кражи и разбойные нападения, занимаются сборами и анализами информации, осуществляют конфискацию незаконно приобретенного имущества, ведет борьбу с организованной преступностью, с мошенничеством, с наркобизнесом, с хищениями автотранспорта. Ну и, конечно, сюда же стекаются дела об убийствах. На одной из стеклянных дверей написано «Отдел Нрабов». А вот двери с надписью «Отдел Грехов» почему-то нет. Сам город это преступление. Мы – защита. Такой вот расклад. Так, теперь сведения из моего личного дела. В возрасте 18 лет поступила на факультет уголовного права, но меня влекли улицы. Притягивали как магнитом. За время учебы прошла тестирование на пригодность к службе в армии, в отрядах пограничного контроля и даже в системе исправительных учреждений. Затем успешно выдержала проверку на пригодность к службе в полиции, ушла из колледжа и была зачислена в полицейскую академию. Работать начинала в Южном округе, в отделе уличного патрулирования 44-го участка. Меня приписали к подразделению охраны общественного порядка. Мы совершали обход территории и по рации держали связь с диспетчером. Затем я была переведена в отряд по борьбе с преступлениями против престарелых. Доводилось и в засадах сидеть, и подсадной уткой быть. Набравшись опыта, стала работать в штатском под прикрытием. Прошла еще одну проверку, и меня взяли в центральное полицейское управление. Сейчас служу в отделе конфискации, а до этого 8 лет отпахала в отделе по расследованию убийств. Раскрывала убийства. Была убойной полицией. Несколько слов о том, как я выгляжу. Телосложение унаследовала от матери. Сегодня про таких, как она, говорят, не дать не взять, воинствующая феминистка. Моя матушка вполне подошла бы на роль бандита с большой дороги в каком-нибудь постъядерном боевике. У нас с ней даже голоса похожи. Но это из того, что я уже три десятка лет не расстаюсь с сигаретой. Черты лица у меня отцовские. Вообще, я смахиваю на деревенскую тетку. Волосы высветлены, внешность заурядная, весь облик совершенно невыразительный. Родилась и воспитывалась в том же городе, где живу по сей день. Наш район назывался Мунпарк. Когда мне исполнилось 10 лет, жизнь моя пошла наперекосяк. Я очутилась на попечении у государства. Где сейчас отец с матерью, не имею представления. Рост во мне метр семьдесят пять. Вес семьдесят с небольшим. Полиции бытует мнение, что борьба с незаконным оборотом наркотиков – это работа самая рискованная. Зато грязные баксы сами липнут к рукам. А, к примеру, расследование похищений – просто не бей лежачего. В Америке почти все убийства – это черный на черного, а похищение – это банда на банду. Кто-то поднаторел в расследовании преступления на почве секса. Кто-то прикипел к службе в отделе нравов. Аналитический отдел – он и есть аналитический. Здесь нужен глубокий аналитический ум, чтобы вычислять ушедших в глубокое подполье злоумышленников. Как бы то ни было, все негласно сходятся в одном – убойный отдел – всему голова. Это высший пилотаж. Наш город мегаполисом не назовешь. Впрочем, японцы построили здесь свою Вавилонскую башню. У нас имеется университет, есть порт и небольшие гавани. Развиваются прогрессивные отрасли экономики, разработка компьютерных программ, аэрокосмические исследования, химико-фармацевтическое производство. При этом полно безработных. Уклонение от налогов стало настоящим бедствием. Но убийств сравнительно немного. Десяток-полтора в год. Бывает, что ведешь дело с самого начала. Бывает, подключаешься позже. На моем счету в общей сложности сотня расследований. Процент раскрываемости у меня был чуть выше среднего. Неплохо ориентировалась на месте преступления. В служебных характеристиках про меня писали, проявляют исключительные способности к проведению допросов. Без труда составляла любые документы. Когда я перевелась из Южного округа в Центральное управление, все думали, что на бумаге я и двух слов связать не смогу. Однако сослуживцы меня недооценили. Прошло совсем немного времени, и я в совершенстве освоила канцелярский стиль. Причем на достигнутом не останавливалась. Как-то раз превзошла саму себя, выполнив кропотливую работу по сопоставлению двух взаимоисключающих версий одного горячего убийства. С одной стороны, свидетели подозреваемых, с другой стороны, то же самое. По сравнению с той белибердой, которую я получаю от вас, братцы, провозгласил сержант Хенрик Овермарс, размахивая моим отчетом перед личным составом отдела. Это просто шедевр. Верх красноречия. Цицерон против Робеспьера, чтоб я сдох. Я всегда работала на пределе своих возможностей, но потом достигла какой-то черты, и на этом все кончилось. Передо мной прошла сотня подозрительных смертей, и почти каждый раз выяснялось, что за ними стоит самоубийство, несчастный случай или неоказание помощи. Чего только я не насмотрелась. Один шагнул вниз с небоскреба, другого завалили отбросами на свалке, третий истек кровью, четвертый сам себя взорвал. На моих глазах всплывали утопленники, болтались в петле удавленники и корчились предсмертные агонии отравленные. Я видела искромсанные тельцы годовалого ребенка. Я видела мертвых старух, изнасилованных бандой, подонг. Видела трупы, вместо которых фотографируешь кучу кишащих червей. На больше других мне в память врезалось тело Дженнифер Рокуэлл. Для чего я все рассказываю? Только для того, чтобы вы представили, кто я и откуда, раз уж я оказалась участницей тех событий, о которых пойдет речь. На сегодняшний день, 2 апреля, это дело, я считаю, завершено. Закончено, закрыто. Конец. Однако полученные ответы все только усложнили. Я взялась за гладкий, тугой узел и вытащила из него множество отдельных нитей. Сегодня вечером у меня встреча с Полиноу. Хочу задать ему пару вопросов и получить пару ответов. На этом поставлю точку. Более тяжелого дела у меня еще не было. Но, может, я это придумываю? Да нет. Все так и есть. Просто такое досталось дело. Такое дело досталось. Что касается Полиноу, он, как у нас говорят, штатный трупорез. То бишь, патологоанатом. Трупы вскрывают, чтобы установить причину смерти. Заранее прошу прощения за грубость, за ханжеские недомолвки, за неуместный сарказм. Полиция это сплошь расисты. Работа такая. Полиция Нью-Йорка на дух не переносит поэрториканцев. В Майами терпеть не могут выходцев из Мексики, в Сан-Диего индейцев, в Портленде эскимосов. А вот в наших краях копы ненавидят, по сути дела, всех. В чьих жилах нет ирландской крови. Полиции волен служить кто угодно, хоть еврей, хоть негр, хоть азиат, и женщинам сюда путь открыт. Но любой, кто причисляет себя к расе под названием «полиция», по долгу службы ненавидит все остальные рас. Эти разрозненные списки и стенограммы бесед собирались на протяжении четырех недель. Должна принести свои извинения и за необработанные идеологии, и за путаницу во временах. Этого трудно избежать, когда пишешь о недавно умерших. А еще, наверное, следует извиниться за финал. Простите меня, простите, простите. Для меня эта история началась вечером четвертого марта и дальше раскручивалась день за днем. Теперь по порядку. Четвертое марта. В тот вечер я была одна. Тауп, мы вместе живем. Уехал за город на какую-то компьютерную тусовку. Ужин так и остался нетронутым. Я уселась на диван, поставила рядом пепельницу и открыла биографическую повесть, которую обсуждали у нас в дискуссионном клубе. Часы показывали двадцать-пятнадцать. Время запомнилось не случайно. Мимо окон прогрохотал ночной поезд, который по воскресеньям идет раньше обычного. Я аж вздрогнула. От этого ночного поезда стены, в которых я живу, ходят ходуном. Зато квартирная плата здесь на порядок ниже, чем в других районах. Тут зазвонил телефон. Это был Джонни Мак, он же сержант Джон Макатич. Мы с ним вместе служили в убойном отделе, а потом его сделали старшим в группе. Отличный парень. И сыщик, каких мало. Это ты, Майк? Говорит он. Тут такое дело. Ну, отвечай ему, выкладывай, не тяни. Дело дрянь, Майк. Надо извещение доставить. Доставить извещение означает у нас уведомить о смерти. Иначе говоря, прибыть по указанному адресу и известить людей о гибели родственника, о смерти человека, которого они любили. Я-то уже поняла по голосу. Догадалась я о том, что смерть была внезапной. И, скорее всего, насильственной. Я задумалась. Можно было просто отмахнуться. Это теперь не по моей части. Впрочем, в деле конфискации незаконно приобретенного имущества тоже не обходится без трупов. Но тогда мы выпустились в навившее оскомину пререкание, которое кочует из сериала в сериал. Он. Ты должна мне помочь. Прошу тебя, Майк. Я. Даже и не думаю. Ни за что. Не рассчитывай, приятель. Такие препирательства можно вести до посинения. И я сдалась. Подумала, какой смысл отказываться, если рано или поздно все равно соглашусь. Своих надо выручать. Мне оставалось только повторить. Выкладывай, не тяни, что там у тебя. Дочка полковника Тома покончила с собой. Дженнихар? И следом, само собой, ты что? Сдурел. Сдуреешь тут. Говорю же тебе, Майк. Делать дрянь. Как все было. Из 22-го калибра прямо в рот. Я ждала продолжения. Майк, будь другом, сообщи полковнику Тому. И Мириам, прямо сейчас, не откладывай. Я закурила новую сигарету. Пить-то я бросил, но курю одну за другой. Ох, как я курю. Когда я познакомилась с Дженнихар Роккейл, ей было восемь, сказала я. Знаю, Майк, потому и звоню. Если не ты, так то. Ну ладно, но сперва ты отвезешь меня на место. Я вошла в ванную, чтобы для приличия немного подкраситься. Делала это через силу, словно выполняя надоевшую повинность. Как будто протирала тряпкой прилавок. Стиснув зубы. Только что хочу верить, я была личностью, а теперь неумолимо превращалась в вульгарную бабу. Машинально, в силу многолетней привычки, бросила в сумку блокнот, карманный фонарик, резиновые перчатки и служебный ствол 38-го калибра. Кто приходит служить в полицию, тот вскоре узнает, что означает «точняк». Это когда переступаешь порог, видишь труп, обводишь взглядом комнату и говоришь «ну да, точняк». Но то, что я увидел, никак не походило на явное самоубийство. Дженнифер Рокуэлл выросла на моих глазах. Никому из знакомых я не испытывала такой симпатии. Да что там говорить, Дженнифер нравилась всем без исключения. С годами ее, похоже, стало тяготить собственное совершенство. Блистательный ум, невероятная красота. Нет, поправила я себя. Убойной силы ум и красота, за которую жизнь отдашь. При этом Дженнифер никогда не была заносчивой. Просто такое сокровище кажется неприступным само по себе. Судьба отдала ей все, чего только можно пожелать. А потом еще чуть-чуть и еще немножко больше. Ее отец сделал блестящую карьеру в полиции. Оба старших брата, намного старше Дженнифер, пошли по его стопам и получили назначение в Чикаго. А Дженнифер посвятила себя астрофизике и работала в нашем городе. Мужчины? В студенческие времена их вокруг нее убивалось великое множество. Но она не выделяла никого. В последние годы, лет 7-8, рядом с ней был профессор Трейдер Фолкнер. Мыслитель и мечтатель Трейдер. Так что здесь и не пахло точняком. Если это и было самоубийство, то совершенно не очевидное. Дженни Мак, заехавший за мной на машине без опознавательных знаков, припарковался на Уитмена-Веню. По обе стороны широкой, утопающей в зелени улицы стояли особняки или соединенные общей стеной дома. То был академический городок на самом краю 27-го квартала. Я вышел из машины, разминая обтянутые брюками ноги. Уместо происшествия толпился народ. Подъехали машины с рациями, стянулись патрульные группы, прибыли криминалисты и медики. Тони Сильвера и Олтон Обой уже прошли в дом. Поблизости маячили соседи, но они для нас были как пустое место. При свете фонаря отчетливо вырисовывались фигуры в форме. Судя по всему, была объявлена общая тревога. Такое не раз бывало в Южном округе, когда на нашей специальной волне сообщалось, что полицейского пустили в расход. Иногда в расход означало «все, конец». То погоня за преступником закончилась не в пользу полицейского, его подстрелили. То ли он сунул нос не в тот склад, да там и остался, то ли напоролся на безумного наркомана. Но когда кто-нибудь заводит опасную игру с полицией, полиция отвечает игрой без правил. Это и есть расизм. Нападение на любого из наших приравнивается к нападению на всех и каждого. Мой жетон проложил мне дорогу сквозь живой коридор из людей в полицейской форме. Я напомнил о себе, что надо будет расспросить консьержку. Не исключено, что ей случилось быть последней из тех, кто видел Дженнифер в живых. А возможно, она даже оказалась свидетельницей. Спином, не отраженным солнечным светом, светила жирная луна. Но полиция даже в Италии не разводит сантиментов по поводу полнолуния. Всем известно, что в такие ночи преступность возрастает на 25-35%. А если полнолуние приходится на пятницу, жди переполненных больниц и очередей в травму. У квартиры Дженнифер меня поджидал Сильвера. Сильвера. Мы с ним не раз работали в связке. Но от этого было не легче. Майк, подумать только, где она в спальне. Ты там закончил? Постой, ничего не говори, я сама погляжу. Расположение комнат было мне знакомо, ведь я сюда захаживала и раньше, с десяток раз за последние пять лет, когда требовалось либо передать что-нибудь для полковника Тома, либо подбросить Дженнифер на теннисный корт, на пляж или в гости. Иногда ее сопровождал трейдер. В общем, наши отношения поддерживались только через мою службу. Но в машине мы всегда болтали, как задушевные подруги. Чтобы попасть в спальню, пришлось пройти через гостиную. У двери я помедлила. Мне вспомнилась вечеринка двухлетней давности, которую устраивал Овермарс по случаю повышения в должности. Тогда я поймала на себе взгляд Дженнифер. Она улыбалась, держа в руке бокал с вином, которого ей хватило на целый вечер. Все остальные, кроме меня, разумеется, перепились до потери пульса. Помню, я еще подумала, какой это редкий дар — быть счастливой. Она была за все благодарна судьбе, не представляя, сколько мне надо выпить, чтобы светиться радостью. А она выглядела так, словно ее переполняла любовь, при том, что она лишь пригубила белое вино. Переступив через порог, я прикрыла за собой дверь. Сейчас расскажу, как это делается. Сначала, не торопясь, описываешь круг по всей комнате. Первым делом по периметру вдоль стен, вокруг тела или вокруг того места, где оно находилось, обходишь в последнюю очередь. Интуиция подтолкнула меня к кровати, но Дженнифер, как оказалось, сидела на стуле в углу, по правую руку от меня. Нужно было зафиксировать детали обстановки. Шторы полузакрыты, чтобы в спальню не проникал лунный свет. На туалетном столике порядок, простыни скомканы, в воздухе едва уловимый запах плоти. На полу старая наволочка с черными пятнами и сплющенная жестянка. Как я уже говорила, вид смерти мне привычен, но сейчас даже меня затрясло при виде обнаженного тела Дженнифер, ее неподвижного лица, широко раскрытым рутом и выражением какого-то детского удивления во блажных глазах. Совсем легкое удивление, как будто она нашла давно потерянную вещицу, которую успела забыть. Голова Дженнифер была замотана полотенцем, словно после душа. Полотенце пропиталось запекшейся кровью и казалось невыносимо тяжелым. Нет, я не стала к ней прикасаться. Черкнула кое-что в блокноте, а потом с профессиональной тщательностью зарисовал палочками положение тела, как приучила меня работа в убойном отделе. Револьвер 22-го калибра валялся вверх рукоятью, приникнув к ножке стула. Перед тем, как выйти из комнаты, я натянула перчатку и на секунду выключила свет. В лунном свете из темноты блеснули влагой мертвые глаза. Осмотр места происшествия напоминает задачку на внимание из вечерней газеты. Найдите столько-то различий. Что-то здесь было не так. Тело Дженнифер оставалось прекрасным. Такому телу можно было только позавидовать. Но выглядело оно неправильно. Из него ушла жизнь. Дверь в спальню открылась. Сильвера явился забрать оружие. И уже готовились войти криминалисты, чтобы снять отпечатки пальцев, произвести все необходимое, замеры, сделать серию фотоснимков. А потом настанет черед медэкспертов подойти, уложить тело в мешок, составить официальный протокол о смерти. У суда присяжных пока остается открытым вопрос по поводу службы женщин в полиции. Способны ли они выполнять профессиональные обязанности? В течение какого срока? Наверное, не только я оказалась в полном дерьме. Полиция Нью-Йорка, между прочим, на 15% укомплектована женщинами. Известно, что женщины нередко досягают профессиональных высот в следственной работе. Но мне кажется, это какие-то уникальные особы. Работай в убойном отделе. Я не раз говорил о себе, уходи по-добру, по-здорову, подруга. Никто тебя не держит. Уноси ноги, пока не поздно. Расследовать убийство – это мужская работа. Мужчины убивают, ими расхлебывать. Они вообще склонны к насилию. Где убийства, там женщинам места нет. Они по природе своей либо жертвы, либо плакальщицы, либо свидетельницы. Лет 10-12 назад, когда Рейган под конец своего первого срока президентства развязал гонку вооружений, люди не могли думать ни о чем, кроме ядерной угрозы. В то время мне казалось, что надвигается вселенское убийство, и диспетчер вот-вот сообщит по рации число жертв. 5 миллиардов. Все, кроме нас с тобой. Люди в здравом уме и твердой памяти, склоняясь над чертежами, разрабатывали планы уничтожения всех и вся. Тогда я постоянно задавал о себе вопрос, и куда смотрят женщины? И вправду, чем они занимались? Отвечаю, женщины были свидетельницами. Бойкие активистки, раскинувшие палаточный лагерь вблизи английской военной базы Green and Common, доводили офицеров до белого коленя одним лишь своим присутствием. Но они оставались только свидетельницами. Между тем, ядерная кнопка была в руках мужчин. Всякое убийство – это по их части. Есть один единственный момент в расследовании убийств, когда женщины оказываются на высоте. Это извещение близких. Тут без женского участия не обойтись. Мужчинам такое не под силу. Что они понимают в человеческих чувствах? Один является в дом этаким глашатаем или проповедником. Другой застывает столбом у порога и бубнит что-то нечленораздельное. Третий в решительную минуту теряет самообладание. Я своими глазами видел, как патрульные разразились хохотом, принеся какому-то бедолаге горестную весть о том, что его жену сбил грузовик. В таких ситуациях мужчины оказываются несостоятельными. От них можно ожидать чего угодно. Только женщина способна сразу прочувствовать всю меру трагедии. Поэтому для нее оповещение родственника губитого мучительная, но естественная обязанность. Конечно, случается, что и сами безутешные родственники не могут вынести свалившегося на них бремени. Например, в три часа ночи они бросаются будить соседей, чтобы устроить поминки. Но хватит об этом. В ту ночь я бы ничего подобного не допустил. Рокуэллы живут на северо-западной окраине города по дороге в Блэкторн. Туда ехать минут двадцать. Оставив Джонни Мака сидеть в машине, я зашагала к дому, по привычке направляясь к задней двери. Дойдя до угла, остановилась, чтобы затоптать окурок, перевести дыхание. И тут, сквозь кухонное окно, через пышно разросшиеся цветы на подоконнике, я увидела Мириам и полковника Тома. Они танцевали. С трудом сгибая колени, в замедленном ритме отплясывали твист, подкратчивая пение саксофона. Полная луна, застенчиво прикрываясь облаками, которые принадлежали скорее ей, чем нам, смотрела, как старики чокаются красным вином. Стояла сказочно прекрасная ночь. Как ни странно, всей этой истории сопутствовала неизбывная красота. В обрамлении оконного переплета перед моими глазами предстала живая картина. Сорок лет вместе, а желание не угасло. Когда приносишь весть о смерти, почему ты начинаешь сознавать свою физическую сущность. Собственное тело обретает сосредоточенность, настойчиво напоминает о себе. Оно забирает над тобой власть, потому что становится хранилищем могущественной истины. Какие бы горькие вести ты ни принес, это всегда момент истины. Это сама истина. В ней все дело. Я постучала в стеклянную дверь. Полковник Том обернулся, узнал меня, обрадовался. Ни малейшего признака тревоги, никакого опасения, что я могу испортить им вечер. Однако стоило ему открыть дверь, как щеку мою свел нервный тик. И я знаю, что он подумал. Опять взялась за старое, попросту говоря, сорвалась, снова начала прикладываться к бутылке. Майк, господи, Майк, да на тебе лица нет. Полковник Том, Мириам выдавила я. Но фигура Мириам уже плыла у меня перед глазами, будто парила в свободном падении. Сегодня вы потеряли дочь, потеряли вашу Дженнифер. Приветливая улыбка по-прежнему светилась на лице полковника, но теперь в ней отчетливо проглянула немалая мольба. В семье было трое детей. Сначала на свет появились мальчики погодки Дэвид и Джошуа, а потом спустя полтора десятилетия Дженнифер. Ее больше нет, сказала я. Она покончила с собой. Бред какой-то. Полковник Том, вы же знаете, как я к вам отношусь. Разве я когда-нибудь вам лгала? Но, похоже, сэр, ваша девочка сама лишила себя жизни. Крепитесь. Старики набросили плащи, чтобы ехать полицейское управление. Там мы с полковником оставили Мириам в машине под присмотром Джонни Мака, а сами прошли в морг, где Рокуэл, держась за стену, чтобы не упасть, произвел опознание. Тем временем Олтон Обой уже мчался по восточному шоссе в сторону кампуса к трейдеру Фолкнеру. Пятое марта. Сегодня утром, открыв глаза, я увидел стоящую в изножье кровати Дженнифер. Она дождалась, когда я стряхну остатки сна и тут же исчезла. Наверное, сразу после смерти призрак покойного дробится на множество отдельных призраков, иначе ему не обернуться, ведь нужно посетить не один дом и везде постоять над спящими, а потом выбрать двух-трех человек и остаться с ними навсегда. Шестое марта. По вторникам у меня ночное дежурство, поэтому днем я обычно наведываюсь в Летбеттер. Теперь вот, одетой в темный брючный костюм, сижу в собственном кабинете на 18-м этаже. За окном тупик. Там, далеко внизу, смыкаются улицы Вилмот и Грейнж. Подрабатываю здесь консультантом по безопасности. Когда будет 25 лет стажа, получу право на сокращенный рабочий день. А стаж у меня идет 7 сентября 1974 года. Пенсионный возраст уже ходит кругами и принюхивается, созрело или нет. Только что звонили из проходной, сказали ко мне посетитель, полковник Рокуэлл, Честно говоря, я удивилась, что он выбрался в город. Насколько мне было известно, из Чикаго приехали его сыновья и отключили в доме телефон. Рокуэллы отгородились от мира. Отложив в сторону схему охранной сигнализации, я подкрасила губы, а потом позвонила по внутренней связи Линде, чтобы та встретила полковника у лифта и проводила ко мне. Заходите, полковник Том. Я шагнула к нему, но он отступил в сторону, как будто хотел уклониться от объятий. Низко опустив голову, позволил мне снять с него плащ и без единого слова опустился в кожаное кресло. Я вернулась на свое место за столом. «Ну, как вы держитесь, полковник Том, дорогой мой?» Он пожал плечами, тяжело вздохнул, поднял на меня глаза. В них я разглядела то, что несвойственно убитому горем человеку. Ужас! Первобытный животный ужас! Можно сказать, как у кролика перед удавом. это чувство тут же передалось мне. Я подумала, он живет, как в кошмарном сне, а теперь я к этому близка. Вдруг он сейчас завоет, что мне тогда делать? Подбывать? Так и будем все хором выть? Как Мириам? Полковник ответил не сразу. все время молчит. Повисла пауза. Побудьте здесь, полковник, предложила я и подумала, что для успокоения сейчас было бы неплохо заняться каким-нибудь неспешным рутинным делом, например, разобрать бумаги. Можем просто помолчать, можем побеседовать, как хотите. когда я служил в убойном отделе, Том Рокуэлл был у нас старшим группы. Это уже потом он забрался в лифт под названием карьера и нажал кнопку там с надписью Пентхаус. Вскоре он получил лейтенантские погоны и стал командовать сменой. Следующее повышение не заставило себя ждать. Ему уже капитану доверили отдел по борьбе с преступлениями против личности. Дослужившись до полковника, Рокуэл возглавил центральное полицейское управление. Теперь он птица высокого полета. Его сфера не столько полиция, сколько политика. У него в руках финансы всего управления, статистика, связи с общественностью. Он мог бы занять видную должность в департаменте безопасности, мог бы баллотироваться на пост мэра города. Знаешь, в чем заключаются мои обязанности, как-то раз вырвалось у него, прогибаться перед власть имущими и пускать им пыль в глаза. Какой теперь из меня коп? Я превратился в обыкновенного пустозвона, и вот теперь полковник Том обыкновенный пустозвон тихо сидел передо мной и молчал. Пожалуй, мне еще не доводилось видеть его таким подавленным. Майк с трудом выговорил Рокуэл. Дело не чисто. Я выжидал. Что-то там не чисто, повторил он. Мне тоже так показалось, кивнула я. Довольно дипломатичный ответ, но полковник уцепился за него, как за спасительную соломинку. Что именно тебе показалось, Майк? Скажи мне не как друг, а как полиция. Полиция может сказать только одно, полковник Том. Это похоже на самоубийство. Но мог быть и несчастный случай. Это тряпка на полу жестянка. Может Дженнифер чистила оружие и случайно он содрогнулся. Видно, я сморозила глупость. Как можно случайно сунуть в рот револьвер? Разве что захочется попробовать его на зуб, ощутить вкус смерти? Но ведь у Дженнифер это трейдер, перебил мои размышления полковник Том. Готов поклясться, трейдер здесь точно замешан. От такого заявления я опешила. Не спорю, бывают случаи, когда самоубийство на поверку оборачивается убийством. Но тогда для восстановления истины достаточно нескольких секунд. Предположим, сейчас 10 часов вечера, суббота, место действия Дестри или, допустим, Оксфилл. И только что какой-то криминальный тип разнес свои цыпочки башку из обреза. Напомнившись и чуть поразмыслив, он рождает гениальный план. А свалю-ка я все на нее. Тщательно протирает ствол, усаживает мертвое тело на кровать или в кресло. Некоторые заходят еще дальше в наглую, пытаются состряпать предсмертную записку. Образчик такого, с позволения сказать, творчества долгое время висел у нас на доске объявлений. До свидания, не хочу жить. Считая, что дело обставлено в наилучшем виде, этот умник звонит в полицию. Мы приезжаем по вызову. Да, Марвис, горе-то какое, как же это стряслось. У Марвиса уже готов ответ. У нее это, как его, депрессия была, а сам бочком, бочком и за дверь, вроде как не хочет путаться под ногами. Теперь наш черед, осматриваем труп, вокруг раны ни ожога, ни следов пороха, брызги крови ни на той подушке, и даже ни на той стене. идем за Марвисом на кухню, а он стоит с целлофановым пакетиком в одной руке и нагретой ложкой в другой. Убийство героин. С тобой все ясно, Марвис. Собирайся, прокатимся в управление. Зачем? А за тем, что на тебе мокрое дело. Почему? Да потому, что ты мудак и поганый выродок. Вот почему. Чистейшей воды мокруха заявилась на бал, обряженный в платье самоубийства. Такую сцену нетрудно себе представить, если в ней главное действующее лицо тупой бандит и наркоман. Но если это умница трейдер Фолкнер, ученый, преподаватель, профессор философии, ой, не надо. Какая собственная разница? Замаскировать убийство под суицид нельзя. Все эти россказни чушь собачья. Значит, профессор, ну да, убийство всегда выплывает наружу. Преступника может спасти лишь случайное везение или многолетний опыт. Если жертва была сравнительно молода и не страдала серьезными заболеваниями, если смерть не подкрепляется серьезными причинами, то такое самоубийство бывает только в мыльных операх, где вместо крови течет кетчуп, у полиции глаз наметан. Будьте спокойны, мы разберемся, что к чему, потому что это в наших интересах доказать, что смерть наступила в результате убийства, а не суицида. За раскрытое убийство полагается отпуск, премия, благодарность, прикази. А от самоубийства никому никакого проку. Это, говорю, не я, промелькнуло у меня в голове, это кто-то другой, меня здесь нет. Трейдер вне всякого сомнения. В тот вечер он был у нее, Майк. Он был последним, кто видел ее в живых. Не берусь утверждать, что он. Но без трейдера тут не обошлось. Он имел на нее огромное влияние. Трейдер точно причастен к этому делу. Но почему именно он? А кто еще? Я откинулась на спинку стула, как бы отстраняясь от этого мнения, но полковник продолжал. Думаю, ты со мной согласишься. На всем свете не было человека счастливее Дженнифер. Она была абсолютно уравновешенной. Она была словно бы из солнца. Все это чистая правда, полковник, том, но как знать, что у человека на душе в мире столько горя. Нам с вами это хорошо известно. Но из-за чего спазмы сжали ему горло? Наверное, полковнику привиделись последние мгновения жизни дочери. Он несколько раз кашлянул, судорожно сглотнул и договорил. Ей было больно. Задумайся, Майк, почему ее нашли обнаженной? Это Дженнифер наша скромница. Да она в жизни не носила бикини при ее то безупречной фигуре. Простите, сэр, но ведь делу дан ход. Кто им занимается? Сильвера? Я приостановил расследование. У меня к тебе есть просьба, Майк. Телевидение оказало большое влияние на преступников. Оно подарило им стиль. И оно же испортило суд присяжных, а заодно и законников. Мало того, оно даже до нас, до полиции добралось. Никакая другая профессия не была настолько идеальна, идеализирована и приукрашена. Мне в голове вертелось сразу несколько эффектных реплик. К примеру, можно было бы ответить «Я покончила с прошлым, полковник, теперь это не по моей части, но передо мной сидел полковник Том». Я сказала ту единственную фразу, которую могла произнести в этих условиях. «Когда-то вы спасли мне жизнь, для вас я сделаю все, что смогу». он потянулся к своему дипломату, вынул папку с надписью «Дженнифер Рокуэлл, дело номер Х, 97-143 и передал ее мне. «Пожалуйста, раскопай хоть что-нибудь, что даст мне силы жить. С этим я жить не могу». Только теперь он поднял ко мне лицо. Панически страх ушел, ну а то, что осталось, с подобным я сталкивалась не раз и не два. Передо мной сидел убитый горем старик. Бледное лицо, словно перегоревшая лампочка, отсутствующий взгляд. Он словно забыл, что находится в кабинете не один. «Но нам придется несколько обойти закон. Вы согласны, полковник Том?» «Да, получается так. Ничего не попишешь». Я снова откинулась назад и осторожно заговорила. «Надо рассмотреть и другие версии». «Предположим, человек от нечего делать достал свой револьвер, почистил, повертел в руках и тут на него накатывают всякие мыслишки, ребяческие мыслишки. Как ребенок посягает мир, тащит в рот все, что попадает под руку. Вот что я хотела этим сказать». «В общем, дуло револьвера оказывается во рту, а дальше случайности быть не могло Майк», перебил полковник вставая с кресла. «У меня есть доказательство, завтра примерно в это же время тебе доставят пакет». И он кивнул, словно подразумевая, что содержимое пакета несколько прочистит мне мозги. «Что за пакет, полковник Том? Кое-что для домашнего просмотра. Час от часу не легче, подумала я. Попробую угадать любительская съемка молодой пары, придающейся своим обычным утехам, трейдер в костюме Бэтмена и голой Дженнифер, прикованная к стене, вымазанная дегтем и вываленная в перьях. Но полковник Том не дал мне додумать, это будет кассета с записью вскрытия, сказал он. Седьмое марта. Я посещаю собрание общества анонимных алкоголиков, играю в гольф, по понедельникам хожу в дискуссионный клуб, доучиваюсь на вечернем отделении в колледже и сейчас занимаюсь на заочных курсах, сразу на нескольких, по четвергам отправляюсь на ночное дежурство, по субботам мы собираемся обычной полицейской компанией. Как частенько повторяет мой возлюбленный, при этой жизни деловой не будет страсти половой. Но возлюбленный тем не менее у меня есть Тоуп, неплохой мужик. Я к нему привязалась, надо отдать ему должное. Рядом с ним любая женщина чувствует себя точенной статуэткой. Тоуп отличается невероятными габаритами, заполняет собой все пространство. Когда он поздно возвращается домой, это почище ночного поезда. Все балки жалобно стонут и дрожат. Вообще-то я любовь обхожу стороной, а она меня. история с Деннисом послужила мне уроком. И Деннису тоже. Все очень просто. Любой выбивает почву из-под ног. Так что Тоуп у меня вполне устраивает. Он, как я понимаю, решил взять меня измором, ожидает, чтобы я без него не могла обходиться. Пока все идет хорошо, но так медленно, что я, наверное, не доживу до завершения его планов. Конечно, Тоуп не ангел, раз связался с детективом Майк Хулиган. Но когда я сказала, что у нас сегодня будет по Видику, даже он не выдержал, счел за лучшее отправиться в бар к Фретнику, чтобы пропустить пару стаканчиков. На самом деле, у нас дома всегда есть выпивка, и мне, как ни странно, приятно это осознавать, хотя для меня спиртное равносильно смерть. Сегодня я приготовил ему ужин пораньше, около семи часов. Он доживал свою отбивную и умотал. Тут необходимо кое-что объяснить насчет меня и полковника Тома. Под конец моей службы в убойном отделе был такой случай. Как-то утром я опоздала на дежурство. Мало того, явилась с жуткого перепоя, опухшая с мордой цвета оранжевого песка, еле ворочала языком, печень разве что на бедре не тащила. Полковник Том вызвал меня к себе в кабинет и сказал, Майк, хочешь загнать себя в гроб? Дело твое, но я тебя потакать не собираюсь. Взял меня за руку, привел в служебный гараж, усадил машину и отвез прямиком в городскую больницу. В приемном покое доктор спрашивает, живешь одна? Я ему нет. Нет, я живу не одна. Я тогда жила с Деннисом. Мне сделали промывание желудка, после чего Рокэлл забрал меня к себе домой. Тогда они еще жили в Уайтфильде. Неделю я лежала пластом в маленькой комнатке на первом этаже. уличный шум казался мне музыкой. Заходили какие-то люди, в которых я не узнавал людей. В моей постели сменяя друг друга возникали полковник Том, Мириам, их семейный врач, кто-то еще, и, конечно, Дженнифер Рокуэлл. Ей тогда было девятнадцать лет. По вечерам она читала мне вслух. Я затихала, слыша ее мелодичный юный голос, и пыталась понять, а уж не призрак ли Дженнифер из тех, что иногда возникает передо мной хладными бесстрастными звояниями, отсвечивая синие масками лиц. Я не чувствовала с ее стороны ни тени осуждения. У нее тогда хватало своих проблем. Да, к тому же она не понаслышке знала о том, что такое полиция. Она никого не осуждала. Первым делом открываю папку. Заранее знаю, что найду в ней унылое перечисление мельчайших деталей, вплоть до показаний одометра в машине, на которой в тот вечер четвертого марта ехали мы с Джонни Маком. Но мне нужно учесть каждую мелочь, чтобы скрупулезно восстановить последовательность событий. 19.30 Трейдер Фолкнер последним видел ее в живых. Утверждает, что по воскресеньям всегда уходил от нее именно в это время. Настроение Дженнифер характеризует как жизнерадостное и обычное. 19.40 соседку с верхнего этажа, задремавшую перед телевизором, разбудил выстрел. Она позвонила по 911. 19.55 Прибыл патрульник. У соседки миссис Ролф были ключи от квартиры Дженнифер. Патрульник прошел в квартиру и обнаружил труп. 20.05 Тони Сильвера принял вызов. Диспетчер сообщил имя погибшей. 20.15 Мне позвонил сержант Джон Макатич. 20.55 Составлен официальный протокол о смерти Дженнифер Рокойл. Через 12 часов произведено вскрытие. Пусть смолкнут беседы написано по латыни на одной из стен. Пусть улетучится смех. Здесь царствует смерть, помогая живым. Каждый, кто умер внезапной насильственной или подозрительной смерти, и вообще любой, кто умер не в реанимации и не в хосписе, подвергнется вскрытию. Даже тот, кто просто умер без свидетелей, кто умер в этом американском городе, того санитары доставят в здание судебно-медицинской экспертизы, на Беттери и Джефферсон. Покойника погрузят на каталку, вывезут из огромного мразильника, взвесят и переложат на цинковый стол, над которым закреплена видеокамера. Раньше вместо нее использовались микрофон и полароид. Теперь весь процесс фиксируется на видео. под не мигающим глазом камеры одежду покойного подвергнут тщательному осмотру, затем снимут, упакуют пластиковый мешок и приобщат куликам. Но на теле Дженнифер нет ничего, кроме бирки, болтающейся на большом пальце ноги. Началось. Хочу сказать, что процедура вскрытия не вызывает у меня ни ужаса, ни отвращения. Для сотрудников убойного отдела прозекторское самое, что ни на есть привычное место. Я и сейчас по необходимости заглядываю туда почти каждую неделю. Служба в отделе конфискации которая уходит в состав подразделения по борьбе с организованной преступностью отнюдь не так безобидно, как может показаться. Мы, грубо говоря, трясем мафию. Стоит кому-нибудь что-нибудь сболкнуть у бассейна и мы тут же конфискуем всю виллу. А где мафия, там и трупы. Их обычно прячут в багажниках взятых на прокат автомобилей. После показательной казни покойники буквально нашпигованы пулями. Иногда полдня теряешь прозекторской, пока все пули доедины не будут зафиксированы в протоколе. Короче, сама процедура меня не волнует. Однако на сей раз дело касается Дженнифер. Пытаюсь себя убедить, что полковник Том не просматривал присланную мне видеозапись, ограничился докладом Сильверы. Мне тоже не больно охота смотреть. Если отвлечься от трупа прозекторской, смахивает на кухню ресторана, готового к открытию. Включаю видео под рукой блокнот для записи в зубах сигарета, палец на кнопке паузы. С этого момента я становлюсь свидетельницей. Сильвера пока за кадром. Слышно, как он инструктирует патологоанатома. Вот тело Дженнифер с биркой на ноге. Ногота не выглядит бесстыдной. Не то, что на снимках, сделанных у нее дома сразу после смерти. Там была чуть ли не порнография, художественно изощренная. Вот это женщина. Сейчас об эротике и говорить не приходится. Тело распластано на доске под слепящими лампами на фоне кафельных плиток. Цвета искажены. Химия смерти торопится превратить щелочь в кислоту. Данное тело стоп. Кажется, узнаю голос Поллиноу. Точно, это он дежурный трупорез. Наверное, человек не виноват в том, что любит свою работу, равно как и в том, что родился в Индонезии. Но у меня при виде этого коротышки по спине пробегает холодок. Данное тело, начинает он, принадлежит сформировавшейся женщине нормального телосложения, белой, рост 170 см, вес 57 кг. Одежда на теле отсутствует. Сначала внешний осмотр. Ноу, следуя указаниям Сильверы, разглядывает рану. Он направляет свет рефлектора в застывший полуоткрытый рот и поворачивает тело на бок, чтобы увидеть выходное отверстие. Затем тщательно изучает кожный покров, где могут быть повреждения, отметины, следы борьбы. Особое внимание уделяется руками кончиком пальцев. Ноу делает срезы ногтевых пластин и выполняет химический анализ на баре, сурьму и свинец, чтобы установить, действительно ли, выстрел был произведен из того самого револьвера 22-го калибра. Насколько мне помнится, револьвер подарил дочери полковник Том. Он же научил Дженнифер стрелять. Полис норовисто берет мазки из ротовой полости влагалища и анального отверстия, осматривает наружные половые органы на предмет травм или разрывов. Я вновь мысленно возвращаюсь к полковнику Тому, чтобы проследить за его рассуждениями. Если в этом деле и вправду замешан трейдер, то преступление скорее всего совершено на половой почве. Логично, выходит так. Но что-то во мне восстает против такой версии. Чего только не узнаешь в анатомическом театре. Там, где подозревали двойное самоубийство, обнаруживаются комбинации убийства и самоубийства. Изнасилование плюс убийство на поверку оказываются суицидом. Но может ли суицид обернуться изнасилованием с убийством? А ведь вскрытие это тоже насилие. Вот оно. Как только делается первый надрез, Дженнифер превращается в труп, в мертвое тело. Прощай, Дженнифер. Полино приступил к своей основной работе. Он похож на прилежного школьника. Гладко причёсанная голова опущена, в руке скальпель. Совсем как авторучек. На теле делается тройной надрез в форме буквы В от плечей к брюшине и дальше вниз. Поочерёдно отогнув каждый лоскут мёртвой плоти, как отгибает намокший ковёр, но включает электрическую пилу и начинает пилить ребра. Грудина поднимается, словно крышка сундука. Внутренние органы извлекаются целиком, как ветка с плодами и раскладывается на подносе из нержавеющей стали. Но рассекает сердце, лёгкие почки, печень и каждый раз берёт образцы ткани для лабораторного исследования. Теперь предстоит выбрить затылок вокруг выходного отверстия. Дальше начинается самое неприятное. Электрическая пила вгрызается в основание черепа. В черепную коробку загоняется клин, вот-вот раздастся хруст расколовшегося черепа. Я обнаруживаю, что моё тело, ничем не примечательное, неухоженное, огрубевшее, начинает протестовать. Оно отказывается присутствовать при этом надругательстве. череп разломился с оглушительным треском, похожим на выстрел или на зловещий кашель. Но сделал знак Сильвери, тот наклонился и оба в шоке отпрянули от стола. Я смотрел и не отрываясь и мысленно говорил, полковник Том, держитесь, я с вами, но мне пока не ясно, что всё это значит. Если верите результатам вскрытия, Дженнифер Рокуэл выстрелила себе в голову три раза. Нет, нет, я живу не одна, твердила я, как заведённая. Я живу с Деннисом. Это был единственный раз, когда у меня потекли слёзы, а Деннис тем временем прихватив свои шмотки, мчался на фургоне в сторону границы штата. Значит, на самом деле я уже жила одна, я жила без Денниса. Что это за звук? Топ поставил ногу на ступеньку лестницы или приближается ночной поезд? Дом всегда чувствует приближение ночного поезда и замирает в тревожном ожидании, заслышав далёкий отчаянный вой. Я живу не одна, я живу не одна, я живу столбом. Девятое марта. Только что вернулась после встречи с Сильверой. Первое, что он сказал, не нравится мне это. Я спросил, что именно? Да вся эта заваруха, отвечает он. Тогда я говорю, полковник том считает, это тянет на убийство. Какие у него основания? Три пули, говорю. Тут он взвелился. Да что Рокуэл в этом смысле? Когда он в последний раз ходил под пулями? Я ему побося Бога, он свою пулю схлопотал при облаве. Сильвера сёкся. А сам-то ты спрашиваю, когда в последний раз с облавой ходил? Он так и не ответил. Не потому, что вспоминал, как в том Рокуэлла тогда ещё простого патрульного стрелял торговец наркотиками. Нет, Сильвера просто-напросто размышлял о своей нелёгкой карьере в полиции. Я затянула сигареты и повторила, полковник Том считает, что это тянет на убийство. Сильвера тоже закурил. А что ему ещё остаётся, огрызнулся он? Можно выстрелить себе в рот один раз, это случается, можно пальнуть дважды, ну, что ж, бывает, но если три раза, до какой же степени человека жизнь достала, а? А мы сидели в небольшом кафе у Хосни на Грейндж. Полиция любит это местечко, здесь можно спокойно покурить. Самого Хосни с сигаретой не увидишь, просто он не выносит никакой дискриминации. Когда городские власти запретили курение в общественных местах, он решил убрать половину столиков, чтобы выгородить отдельный зал для курильщиков. Сама я с радостью избавилась бы от привычки к никотину, да и крестовый поход Хосни за права курящих обречен на неудач. Но в полиции курят поголовно все, да так, что дым из задницы валит. У многих легкий сердце не к черту, это наша дань государству. Это действительно был 22-й калибр, задумчиво проговорил Сильвера, револьвер. Вот, спасибо, что сказал, а я-то думала пулемет или базук. Кстати, что говорит старушенция с верхнего этажа? Она ведь сперва заявила, что слышала только один выстрел. Не исключено, что первый выстрел ее разбудил, а услышала она второй или третий. Накачалась спиртным, сидя перед телеком. Что с нее возьмешь? Надо мне с ней побеседовать. Хоть стой, хоть падай, расчудесной дельце получается, промолвил Сильвера. Когда поле Ноу посветил на рану, и мы увидели, что было три выстрела, одна пуля застряла в голове, правильно? Вторая хранится как вещественное доказательство, ее мы выковырили из стены, а после вскрытия снова поехали на место. В стене как была дырка, так и есть. Ведь был еще один выстрел, две пули, а дырка одна. Сама по себе это меня не удивило. Полиция не особенно полагается на законы баллистики. Помните разговоры о волшебной пуле после убийства Кеннеди? Мы знаем, что любая пуля волшебная, в особенности 22-го калибра. Когда пуля попадает в человеческое тело, она буквально бьется в истерике, как будто знает, что ей там не место. Мне попадались самоубийцы с двумя полями, заметила я. Могу представить, что кто-то успевает выпустить три. Послушай, да я лично гонялся за парнями, которые уносили от меня три пули в башке. На самом деле мы не просто трепались, а ждали звонка. Сильвера попросил полковника Тома посвятить в наши планы овер Марса. Это было логично при водосвязях в отделе статистики. И сейчас Овермарс шарил по федеральной компьютерной сети, чтобы отыскать сообщения о самоубийцах, которые умудрились всадить себе в голову три пули. Мне было не по себе от этой цифры. Бывает ли самоубийство с пятью пулями и с десятью, где предел? За утро что-нибудь раздобыл? Да нет, одна труха. А у тебя как? То же самое. Мы с Сильверой утром висели на телефоне, обзванивали всех, кто мог что-то сказать о Дженнифер и Трейдерем, но от каждого слышали один и тот же ответ. Слащавый вздор, мол, эти двое самой судьбой были предназначены друг для друга. Между ними никогда не случалось размолвок. Все, словно заговорившись, твердили, что Трейдер ни разу не повысил голоса на Дженнифер и никогда в жизни не поднял бы на нее руку. Вот такая идиллия от начала до конца. И зацепиться-то не за что. А почему она сидела голая Тони? Полковник Тон сказал, что наша скромница даже в бикини стеснялась ходить. Она специально разделась перед тем, как застрелиться? Об этом ли сейчас думать, Майк? Ее нашли мертвой. Черт знает, почему она сидела голышом. Мы открыли свои блокноты и сравнили зарисовки места происшествия. Фигура Дженнифер наподобие спичечного человечка была схематично составлена из прямых штрихов. Одна черточка обозначала торс, две подвиги, руки и ноги. Вместо головы маленький кружок, на который указывает стрелка. Застывшая фигура. Невероятное сходство. Ты не прав, это кое чем говорит. Сильвера не понял, что я имею в виду. Ты сам поразмысли. Ее ногота подразумевает, я беззащитна, и еще я женщина. Скажи еще, возьми меня, я твоя. Ага, плейбой. Девушка месяца. Девушка года. Хотя у нее фигура нетипичная, там больше спортивные такие. Игру дасты. Вот-вот это ближе к делу, здесь замешан секс, только не вздумай сказать, что тебе такое не приходило в голову. Если долгие годы служишь полиции, видишь изнанку жизни, рано или поздно сам заражаешься каким-нибудь пороком, быть-то азартной игры, наркотики, алкоголь или распутство. Человека семейного это неизбежно ведет в одном направлении, в направлении развода. Сильверо помешался на сексе, потому я разводился ни раз и ни два. Я в свое время едва не спилась. Однажды был такой случай. Мы с ребятами раскрутили трудное дело и всей компанией отправились в ресторан. В какой-то момент я заметила, что все взгляды устремлены на меня. В чем дело? Оказывается, я усердно дула на свой десерт, чтобы не обжечься, а в вазочке преспокойно таяло мороженое. Тогда я пила, не просыхая, в мою кожаную куртку и черные джинсы в обтяжку, как будто вселились все семь чокнутых гномов разом. Плаксивый, ленивый, горластый, языкастый, шкодливый, дрочливый, похотливый. Бывало появлялось в какой-нибудь забегаловке и медленно двигалось к стойке бара, сверляв взглядом всех и каждого. Могла любому ни за что ни про что двинуть в глаз или промеж ног, даже в управлении никому житья не давала. Каждый из наших копов так или иначе испытал на себе мою тяжелую руку. Сильвера моложе меня. Сейчас собирается разводиться в четвертый раз. он сам рассказывал, что лет до 35 произведя арест не пропускал ни жену, ни сестру, ни любовницу, ни мать арестованного. Охотно верил, он и сейчас похож на сексуально озабоченного. Если бы Сильвера служил в отделе по борьбе с наркотиками, все бы считали, что он не чист на руку, у него всегда шикарный прикид, и томный взгляд, черные волосы по-итальянски зачесаны назад без пробора. Однако Сильвера не падок на грязные деньги. Да и какие деньги в убойном отделе. А сыщик он классный, этого не отнимешь. Просто насмотрелся фильмов про крутых парней. Впрочем, как и все мы. И так произнесла я. Она сидела в спальне совершенно голая, в темноте. Допустим, это был тот случай, когда женщина по доброй воле открывает рот для любовника. Не вздумай сказать такое полковнику Тому. Он этого не переживет. Ладно, начнем сначала. Трейдер уходит в 19.30, как обычно. И тут появляется еще один дружок. Понятно. Следует приступ ревности и так далее. Слушай, чего добивается полковник Том? Он хочет узнать, кто к этому причастен. Я тебе вот что скажу. Если это и вправду самоубийство, то оно вызывает массу вопросов. Сильвера поднял на меня недоумевающий взгляд. Полиция все равно, что пехота. Наше дело не рассуждать, а выполнять приказы. У нас даже есть на этот счет поговорка. Разберись, что к чему, и не думай, почему. Тут я вспомнила, что давно хотела кое-что выведать у самого Сильвера и говорю, ты как-то трепался, будто можешь трахнуть все, что шевелится. Ну, допустим, кивает Тоня, а в чем проблема? Да так, неужели и к Дженнифер подъезжал? Ну, как же было дело, когда рядом такая женщина, надо хотя бы попытку сделать, чтобы потом себя не попрекать всю жизнь. Ну и она, конечно, меня отшила, но очень вежливо. Понятно, говорю, не дала тебе повода обозвать ее ледышкой или лесбиянкой, или монашкой. Кстати, она была верующая? Вроде бы нет, пожимает плечами Сильвера. Она ведь наукой занималась, астрономией. Разве астроном уверен в Бога? Мне-то откуда знать? Сэр, будьте добры, загасите, пожалуйста, сигарету. Оборачиваюсь на незнакомый голос, один из посетителей. Прошу прощения, я хотел сказать мэм, будьте добры, мэм, загасите сигарету. Со мной такое случается все чаще, сэр. когда я звоню по телефону и называю свое имя, человеку ему в голову не приходит, что с ним общается женщина. Сильвера затянулся и спрашивает, а с какой стати она должна гасить сигарету? Полстяк озирается, ищет табличку, чтобы ткнуть пальцем, и не находит. «Видите стеклянную дверь?» говорит Сильвера, «за которой старое меню сложено». Человек озадаченно поворачивается в ту сторону. «Там зал для некурящих, и там вы сможете дышать полной грудью». Бедняга плетется за перегородку, а мы продолжаем курить и пить кофе. «Послушай, говорю, не могу припомнить, я сама-то по молодости к тебе не приставала?» Сильвера призадумался и отвечает, что «Да, было дело, пару раз съездила по морде». Четвертого марта я резко сменила тему, ведь это О'Бой ездил к Трейдеру, верно? В тот вечер детектив Олтон О'Бой отправился в кампус, чтобы известить о случившемся профессора Трейдера Фолкнера. Вообще-то Трейдер и Дженнифер жили вместе, но по воскресеньям он уезжал к себе в квартиру при университете. О'Бой загорхотал кулаками по профессорской двери примерно в 23.15. Трейдер был уже в пижаме и домашнем халате. Услышав трагическое известие, повел себя недоверчиво и даже враждебно. Представьте себе картинку. Двухметровый верзил О'Бой в спортивной куртке с магнумом на боку, смахивающий больше на гориллу и университетский профессор в домашних тапочках, обзывающий его лжецом и негодяем и размахивающий жалкими кулачками. Точно подтвердил Сильвера. О'Бой и привез его в город. Знаешь, Майк, я всяких придурков видел, но этот профессор им сто очков вперед даст. У него очки такой толщины, что никаких телескопов не надо. Сидит на скамье в коридоре и слезы по физиономии размазывает, а на локтях, прикинь, кожаной заплатки, урод долбанный. Спрашиваю, он тело видел? Видел, отвечает Сильвера. Предоставили ему такую возможность. Ну, спрашиваю, подошел, наклонился было, но обнимать не стал. А что говорил? Все причитал, Дженнифер, о, Дженнифер, что же ты наделала? Детектив Сильвера это Хосни, сообщил, что звонит Овер Марс. Сильвера поспешил к телефону, а я собрала все, что мы разложили на столе. Таким образом, дала ему на разговор ровно минуту, а потом подошла и остановилась рядом с телефоном. Ну, говорю, сколько там жмуриков с тремя пулями в голове? Да немало, целых семь случаев за последние двадцать лет. Но это не предел. Есть один суицид с четырьмя пулями. Уходя, мы мельком поглядели, что делается за стеклянной дверью в закутке для некурящих. Нахохлившийся толстяк сидел там в полном одиночестве. Его так и не обслужили, и он в конец извелся. Видать, чуял подвох. Прямо как полковник Том. Он тоже не в ту секцию попал, буркнул в Сильвера. Кстати, чуть не забыл, из тех самоубийц пятеро женщины. Не зря говорится, парень девушку любил, парень девушку убил. Парня девушка любила и сама себя убила. Вот так-то, Майк. Десятое марта. Суббота. Решила на всякий случай с самого утра пройти по Уитмен авеню примерно полквартала. Теперь это вполне безопасное место. Анклав интеллигенции на границе 27 округа. На Болстед стрит расположена старая университетская библиотека, а на Йорк стрит факультет бизнеса. В американских городах издавна принято размещать учебные заведения в социально взрывоопасных зонах. Да-да, так оно и есть, если кто не верит. Десять лет назад обстановка на Уолстед стрит вызывала в памяти Сталинградскую битву. Сегодня здесь не увидишь ни одной подозрительной личности. Лишь кое-где остались заколоченные дома и выжженные пустыри. Трудно сказать, куда делись преступники. Скорее всего, не выдержали экономического спада. Шагаю подразкидистыми кронами вязов от одной двери к другой. Это не Оксвилл и не Дэс-3. Там бы меня просто послали куда подальше. здесь совсем другое дело. Жители очень словоохотливы, но никто ничего не видел и не слышал. И вообще они с трудом припоминают вечер 4 марта. Захожу в самый последний дом. Да, кто бы мог подумать. Под конец меня ждет удача. В облике девчушки с разум и бантами в белых гольфах Сильвера бы сказал хоть стой хоть падай. Но тут все без дураков без всякого там кетчупа. Дети вообще много чего примечают. У них взгляд еще не замылился. А мы только видим вокруг одно дерьмо. Сначала я, конечно, принялась расспрашивать мать, а та вдруг возьми да и скажи надо бы вам поговорить с моей дочуркой. Софи иди домой. Купили ей новый велосипед, теперь не дозовешься. Она где-то поблизости, я ее далеко не отпускаю. Прибегает на кухню эта Софи, опускаюсь перед ней на корточки. Вспомни, малышка, это очень важно. Да, знаю, дом 43, там еще вишня растет, подумай хорошенько. Это когда у меня цепь слетела, когда я велик не могла починить. Ну-ну, давай дальше, милая. Когда еще оттуда дядя вышел, ты его запомнила, детка? Как он выглядел? Бедный. Почему ты так решила? Он был бедно одет? У него заплатки на рукавах были. я на мгновение запнулась заплатки на локтях, похож на бедного, в точку попала. Я же говорю, дети до черта все подмечают. Ай, да умница, а какое, по-твоему, у него было настроение? Он был какой-то сердитый. Я сперва хотел попросить, чтобы он мне цепь поправил, а потом побоялась. Вскоре я уже прощалась с обеими. Спасибо, малышка. И вам спасибо, мэм. Когда я вот так хожу из дома в дом, одетая в куртку и черные джинсы, и на меня из окон смотрят женщины, не могу представить, что они обо мне думают. Может, просто лениво размышляют, чем такая здоровущая баба занимается. Не иначе, как русская. То ли грузовик водит, то ли шпалы укладывает. Зато мужчина мгновенно понимает, кто я такая, потому что я смотрю на них в упор, не отводя взгляда. Это первое, чему должен научиться любой патрульный, смотреть на людей в упор, прямо в глаза. Когда я начала работать под прикрытием и стал ходить в штатском, мне пришлось специально тренироваться, чтобы избавиться от этой привычки. Потому что никто из женщин, будь то кинозвезда, медсестра или глава дипломатической миссии, не смотрит на мужчин так, как полиция. Вернувшись домой, нахожусь с десяток сообщений от полковника Тома. За последние дни я к этому привыкла. Он всеми силами старается вывести трейдера на чистую воду, хотел пришить ему неуравновешенности, приступы ярости, но смог лишь установить, что тот пару раз ссорился со своими домашними, да еще лет пять назад повздорил с кем-то в баре. Рокуэлл припомнил какие-то случаи, когда трейдер не совсем галантно вел себя с Дженнифер, вроде того, что не стал бросать в лужу плащ, чтобы она смогла пройти, не замочив ноги. Полковника Тома явно повело не в ту сторону. К сожалению, он сам себя не слышит. Нарушение этикета еще не доказательство преступных намерений. Как собираешься действовать, Майк? Я рассказала. Он сначала замялся, но потом в общих чертах одобрил мои планы. Если вы суда присяжных остается открытым вопрос о женщинах на полицейской службе, то остается открытым и вопрос о толбе. Несмотря на то, что прошло уже столько времени, присяжные в который раз требуют стенограмму судебного заседания. В данный момент толб сидит в другой комнате и смотрит запись телевикторины. Одно из тех, где участникам велено прыгать, вопить, улюлюкать и хлопать друг друга по спине, когда они зарабатывают очко. На каждый вопрос предлагается несколько ответов, причем таких, которые основаны не на фактах, а на домыслах. Участники должны говорить не то, что думают они сами, а то, что по их мнению думает большинство с улицы. Я подошла и присела на необъятное колено толба. Посмотрела минут пять. Взрослые люди ведут себя как малолетние дебилы. Их спрашивают по мнению американцев, какой завтрак наиболее популярен среди американцев? Кукурузные хлопья? Фу, как скучно. Неправильный ответ. Так считает только 23% американцев. Кофе с гринками? Yes. Правильный ответ. По мнению американцев, какой способ самоубийства наиболее популярен среди американцев? Снотворные таблетки. У, yes. По мнению американцев, где находится Франция? В Канаде. Это победа. 11 марта. В воскресном номере Таймс опубликован некролог. Краткий обтекаемый. Чувствуется, что полковнику Тому пришлось использовать все свое влияние, чтобы пресса не раздола дело. Некролог содержит лишь скупые биографические сведения и туманные упоминания о том, что причина смерти пока не установлена. Рядом помещена фотография. Когда она сделана лет пять назад, Дженнифер улыбается по-детски безмятежной улыбкой. Будет обрадована хорошей новостью. Впервые увидев снимок такой девушки, восторженный взгляд, короткая стрижка, открывающая нежную шею, красивый овал лица, можно предположить, что он выбран для объявления о помолвке, но никак не для некролога. Доктор Дженнифер Рокуэлл. Даты жизни и смерти. Помните ту малышку с розовыми бантами и в гольфиках? 4 марта она кое-что видела, но ничего не слышала. Зато сегодня у меня была встреча с женщиной, которая слышала. Это миссис Ролф, старушка, соседка с верхнего этажа. На часах половина шестого. Она уже под хмельком. Особых открытий я не жду, что с нее возьмешь. Любительница сладкого Херриса, который в голову сшибает прилично, а стоит недорого. Так она и скрипит себя потихоньку год за годом. Муж умер, ее вдовья жизнь намного длиннее короткого замужества. Задаю вопрос о выстрелах. Она объясняет, что задремала в кресле, не мудрено, а по телевизору как раз шла пальба, полицейский сериал или вроде того. Говорит, что явственно слышала только один выстрел, за остальные не ручается. Да и тот был приглушенный, как будто в отдалении дверью хлопнули. А двери в доме массивные. Когда он строился, на материалах еще не экономили. В 19.40 миссис Ролф набрала 211, полиция прибыла в 19.55. Теоретически у трейдера было предостаточно времени, чтобы замести следы и скрыться. Малышка Софи прикатила домой велосипед со слетевшей цепью примерно четверть восьмого. Насколько запомнила ее мать. В какое же время трейдер появился на улице? В 19.30? В 19.41? Они когда-нибудь ссорились? Насколько мне известно, нет. Никогда. А какое у вас сложилось о них впечатление? Сказочная пара, отвечает она. Из какой интересной сказки? Просто ужас, вздыхает миссис Ролф, а сама тянется за стаканом. Не могу опомниться. Когда-то и я была такой. Любая плохая новость служила лишь поводом для выпивки. У соседки на соседке собака сдохла. Уже повод. Мисс Ролф, Дженнифер в последнее время не выглядела подавленной. Дженнифер? Что вы? Она всегда была в прекрасном расположении духа. Всегда. Трейдер Дженнифер, миссис Ролф, Между ними сложились добрососедские отношения. Дженнифер выполняла для старушки разные мелкие поручения. Когда нужно было придвинуть мебель, звали трейдера. У них был ключ от ее квартиры, у нее от квартиры Дженнифер. Главя этому вечером 4 марта полиции не пришлось взламывать дверь. Я сказала, дайте-ка мне этот ключ, мэм, его нужно приобщить к делу как вещественные доказательства, на всякий случай оставила ей свою визитку. Вдруг что понадобится. В южном округе до сих пор опекаю нескольких божьих одуванчиков. Зачем мне лишняя головная боль? Сама не знаю. Спускаясь вниз, обратила внимание, что дверь в квартиру Дженнифер крест-накрест заклеена оранжевым полицейским скотчем. решила на минутку заскочить внутрь. Моя первая реакция была чисто профессиональной. Как здорово сохранилось место происшествия. С того самого вечера ничего не тронуто. Не только пятна крови на стене, но даже простыни они смяты точь-в-точь, как тогда. Я присела на стул, положив на колени свой револьвер и попыталась представить, как все происходило. Но память упрямо возвращала меня не к мертвой, а к живой Дженнифер. Она была красивой и талантлива, но при этом никогда не ставила себя выше других. Увидев кого-то из знакомых, не отделывалась кивком, а для каждого находила приветливое слово. После встречи с ней всегда оставалось что-то приятное. от каждой встречи с Дженнифер что-то оставалось. 12 марта. Сегодня дежурию с 12 дня до 8 вечера. Не вынимая изо рта сигарету, безостановочно меняю пленки. Аудио, видео, аудио, видео. Мы держим под наблюдением новый отель в Квантро. Как нам стало известно, мафия вкладывает в него большие деньги. Наконец, видеосъемка принесла желаемый результат. Двое, характерно жестикулируя, вежливо беседуют у фонтана во внутреннем дворике. У нас в городе мафия это не колумбийцы и не кубинцы и не якудза. Это исключительно итальянцы. Двое из них, холеные типы в синих костюмах по 5000 баксов, оказались заснятыми на нашу пленку. Сразу видны люди чести уважаемые господа, размахивающие пальцами. В свое время их собратья было отбросили всяческие ужимки и дешевые жесты, но когда экраны заполонили фильмы о мафии, многие вдруг вспомнили о своих корнях, о чести отцов и дедов, и все закрутилось с самого начала. Так вот, мы намереваемся конфисковать этот отель. Дежурство в офисе я воспринимаю как подарок судьбы. Здесь тишина, день проходит словно в литургическом сне. Единственное, что беспокоит, это легкая, но неотвязная тошнота. Что поделаешь, женский возраст, больная печень, печенка виновата в большей степени, чем мое бесплодное чрево. Мне советовали сделать операцию пересадку печени, это вполне реально, хотя и дорого, но риск все-таки есть, поэтому я смотрю на вещи здраво, стоит ли выбрасывать деньги на новую печень, которая все равно будет угроблена. В начале моего дежурства позвонил полковник Том и попросил зайти к нему в кабинет. Он как-то усох, необъятных размеров письменный стол, за которым он сидит, теперь выглядит как палуба авианосца. Лицо Рокуэлла стало похоже на башню игрушечного танка с двумя красными лампочками на броне. Он не может оправиться от удара судьбы. Я обрисовала ему свой план действия в отношении трейдера. Пожестче с ним, говорит полковник, я-то знаю, тебя учить не надо. Так точно, полковник Том, меня учить не надо. Даю тебе полную свободу действий, Майк, говорит полковник. Вытряхни из него душу. Мне плевать, будет он ходить после этого или нет. Я хочу услышать его признание. Признание, полковник Том? Вот именно, хочу услышать его признание. По внешнему виду Сильвера или Овермарса всегда можно понять, что дело буксует. Они начинают приходить на службу с двухдневной щетиной на щеках и подбородке, с припухшими от недосыпа глазами, как бомжи полковник Том выбрит безупречно. Щеки аж отливают, но под глазами темнеют коричневые круги, глубокие, похожие на корост. не поддаваясь на его образованность, не доверяя его вкратчивому голосу, не следу его логике, он слишком много о себе возомнил, от него веет злом Майк, ему молчание. Голова полковника подрагивает, его воображение рисует страшные картины, надругательство, колесование, членовредительство, каннибализм, многочасовые пытки, китайская изощренность, афганская жестокость. Он бы согласился подвергнуться любой из этих мук, лишь бы избежать самой главной, лишь бы не жить с мыслью о том, что его дочь вставила в рот револьвер и трижды нажала на курок. У полковника Тома есть для меня что-то новое. Так мне показалось с самой первой минуты. Он взвинчен, нервно и в то же время деловито просматривает какую-то папку, похожую на лабораторный отчет. Можно только поражаться, насколько внимательно он отслеживает разрозненные, нерегулярно поступающие материалы посмертной экспертиз. В мазках, взятых как из вагинальной области, так и из полости рта, обнаружен эякулят. Ему стоило огромных усилий прочесть это вслух в моем присутствии. Из полости рта. Ты понимаешь, что из этого следует, Майк? Я кивнула, а сама подумала, из этого следует, что дело хреновое. Прошло уже восемь дней, а Дженнифер Рокуэлл все еще лежит распластанная как полуфабрикат в морозильнике на Беттери и Джефф. 13 марта. Настало время прижать трейдера. Сначала я планировала так. Пусть наши ребята, да хотя бы Олтон О'Бой и Кит Букер возьмут полицейский фургон, поедут на факультет, где преподает трейдер, и заберут его прямо из-за аудитории. Можно даже включить мигалку. Без сирены, пожалуй, обойдемся. Пусть сдернут его с лекции и доставят в город. Единственная загвоздка. В этом случае нам придется раньше времени раскрыть карты, чтобы там не говорил полковник Том, а мы ведь так и не докопались до вероятных мотивов. Поэтому для начала я решила просто позвонить в кампус в 6 утра. Профессор Фолкнер, детектив Майк Хулиген, отдел по расследованию убийств. Вам надлежит явиться в городское полицейское управление немедленно. Это еще зачем? спрашивает трейдер. Могу прислать за вами полицейский фургон. Вы этого добиваетесь? Он опять это еще зачем? Пришлось сказать, что нам требуется уточнить ряд деталей. Все складывается как нельзя лучше. С раннего утра в городе бушует метель, прилетевшая с Аляски. Океан обрушил на нас град и мокрый снег с дождем. Ледяной ветер хлещет по физиономии каждого, кто осмелится выйти на улицу. Трейдеру придется топать своим ходом от метро или искать стоянку такси. После такой прогулки он будет рад укрыться даже в подвалах Лубянки, не то, что в полицейском управлении. У нас его встретит грязные лабиринты коридоров, нервно вздрагивающий лифт и крашеная блондинка 44-х лет с боксерским торсом, с мощными плечами и выцветшими голубыми глазами, которые повидали все. Кроме нее в кабинете не будет ни одной живой души. Сегодня вторник. В обезьяннике убойного отдела остается только горстка свидетелей, подозреваемых и злоумышленников. Выходные это слово означают для нас еженедельный пик преступности, ничего больше, как настали, так и закончились. Погода мерзкая, но для полиции плохая погода просто подарок. трейдеру придется подождать в нашем обезьяннике, где мы подберем ему веселую компанию. Это будут муж, отец и сутенеры зарезанной проститутки, плюс еще наемный убийца Джеки Зи. На сегодняшний день самый состоятельный человек в мафии, вызванный для проверки алиби. Телефоны в это время молчат. Ночная смена расходится по домам утренне, неспешно заступает на дежурство. Джонни Мак читает Пентхаус. Кит Букер, чернокожий здоровяк, весь в жутких шрамах, с золотыми коронками на зубах, пытается настроить допотопный черно-белый телек, чтобы посмотреть трансляцию баскетбольного матча из Флориды. Обой одним пальцем тычет в клавиши пишущей машинки. Все наши ребята предупреждены. Полностью в курсе один Сильвера. Остальным лишь сказано, что Фолкнера нужно взять в оборот, так что поддержки ему ждать неоткуда. Восемь двадцать профессор отметился в бюро пропусков и поднялся на четырнадцатый этаж. Я наблюдаю, как он с потемневшим лицом выходит из лифта. В правой руке портфель в левый розовый квадратик пропуска. От мокрого снега и дождя его фетровая шляпа совершенно потеряла форму. Поля обвисли, от пальто поднимается легкий пар, хорошо заметный под лампами дневного света. Ступает осторожно, широко расставляя ноги, стоптанные туфли хлябают. Заметив меня, он говорит, если не ошибаюсь, вы Майк, доброе утро, а я ему в ответ, вы опоздали. Джонни Мак цинично ухмыляется, детектив Букер со смаком, чапкой, резинкой, а я веду трейдера в обезьянник. Там молча указываю на стул и выходя запираю за собой дверь. Трейдеру предоставляется уникальная возможность побеседовать с Джеки Зи о проблемах философии. Через полчаса я возвращаюсь. По моему знаку трейдер поднимается со стула, веду его мимо лифта обратно в отдел. В этот момент, согласно нашей договоренности, из-за дверей с надписью «Преступление на половой почве» в развалочку появляется Сильвера и обращается ко мне «Ну как, Майк, что там у нас?» Отвечаю «Шлюху, что отсасывала за 10 баксов, зарезали на автостоянке, доставили киллера Джеки Зи, ну и еще вот этот». Сильвера измеряет его взглядом и спрашивает «Помощь нужна?» «Да нет», говорю, «Сама управлюсь». «Мне и вправду не нужна никакая помощь». От Сильвера больше ничего не требуется. Мы не станем ломать комедию с двумя полицейскими, добрым и злым. Это чушь собачья. Сериал «Гавайи 5.0» смотрели все, причем не по одному разу, но это не главное. Просто постановление Эскобеда, принятое 30 лет назад, связало нас по руками и ногам. То ли дело было в прежние времена, на каждые 10 минут допрос прервался появлением плохого полицейского, который уходил в кабинет и молча бил подозреваемого по голове телефонной книгой. Но у меня есть свои приемы. Я обхожусь без посторонней помощи. Веду трейдера Фолкнера в кабинет для допросов, лишь на мгновение задержавшись, чтобы прихватить висящий на гвоздике ключ. Возможно, я немного перегибаю палку, оставляя его под замком в полном одиночестве на 2,5 часа. Правда, я предупредила, что можно стучать в дверь, если что-нибудь понадобится, однако он и бровью не повел. Каждые 20 минут подхожу к одностороннему окошку. Изнутри она выглядит как помутневшее и сцарапанное зеркало. Навижу только человека лет 35 с кожаными заплатками на локтях. Аксиома. Оставшись в кабинете для допросов, некоторые начинают вести себя так, словно их вот-вот максимум секунд через 5 стошнит. Такое состояние может длиться часами. Подозреваемый отчаянно потеет. Судержно глотает воздух. Он не притворяется. Если неожиданно войти и направить ему в глаза яркий свет, то станет видно, что глаза у него круглые, красные, да вдобавок сетчатые, как у насекомого, словно разделенные ржавой проволокой на крошечные выпуклые квадратики. Это означает, что человек невиновен. Виновные засыпают, особенно ветераны и рецидивисты. Им уже известно, что по правилам игры это мертвое время. Они оттаскивают стул в угол и задают храпака. Вырубаются. Трейдер не спал, не корчился, не глотал воздух, не рвал на себе волосы. Он работал. Выложил на стол рядом с пепельницей стопку машинописных листов, сутулился под сороковатной лампой и начал трудиться над каким-то текстом, щурясь сквозь поблескивающие очки, вносил исправление шариковой ручкой. Так прошел час, потом другой. Вхожу, запирая за собой дверь. От этого под столом автоматически включается замаскированный магнитофон. У меня такое ощущение, будто в комнате нас трое. Я чувствую незримое присутствие полковника Тома. Трейдер взирает на меня с равнодушным спокойствием. Бросаю ему через стол папку с увеличенной фотографией Дженнифер на обложке. Рядом кладу лист с объявлением прав подозреваемого. приступаю. Итак, трейдер, задам вам несколько предварительных вопросов. Возражений нет? Пока нет. Сколько лет вы с Дженнифер были вместе? Теперь он заставляет меня ждать. Снимает очки, встречается со мной взглядом, потом отворачивается, медленно ощеривает верхние зубы, отвечает через силу, будто страдает косноязычием. Но косноязычи здесь ни при чем. Почти 10 лет. Как вы познакомились? В университете. Разница возрасте у вас была какая? 7 лет? Она училась на втором курсе, а я писал докторскую. Вы у нее преподавали? Она была вашей студенткой? Нет, она занималась физикой и математикой, а я философией. Попрошу об этом подробнее. Вы занимаетесь философскими проблемами естествознания, верно? В настоящее время да, но прежде занимался лингвистикой. Лингвистикой? Философскими проблемами языкознания? Совершенно верно. Точнее семантикой условных конструкций. Меня интересовали различия между «если» и «если» «бы». А теперь что вас интересует, друг мой? Множественность миров. В каком смысле? Другие планеты? Множественность миров, множественность форм сознания, интерпретация относительных состояний. То, что в обиходе называют параллельными вселенными. Детектив. «Иногда я становлюсь похожа на обиженного ребенка, который едва сдерживается, чтобы не расплакаться. Так и сейчас. Мне, как ребенку, трудно переносить снисхождение, но из гордости не подаю вида. Здесь идет скорее противодействие, чем жалость к себе. Когда я чего-то не понимаю, то сразу начинаю злиться. Говорю, сжав зубы. Нет, от меня так легко не отделаешься. Хотя на самом-то деле именно так от человека и отделываются. Остается только смириться. Значит, познакомились не на почве науки, а каким же образом? На университетском мероприятии. Когда стали жить вместе? Когда она закончила учебу года через полтора? Как можете охарактеризовать ваши отношения? Тейдер на некоторое время замолкает. Я прикуриваю новую сигарету от окурка старой. Как обычно делаю это с умыслом, чтобы превратить кабинет в газовую камеру. Убийцы, бандиты, проститутки те, как правило, не возражают. Хотя бывают и сюрпризы. Мне показалось, у профессора философии порог чувствительности должен быть пониже. Полная пепельница это подчас единственно доступный метод давления. Окуркам по придуркам, как мы говорим, один вид переполненной пепельницы вызывает приступ удушья. «Вы позволите? Берите». «Спасибо». «Вообще-то я бросил, кстати, после того, как сблизился с Дженнифер, мы тогда оба бросили, а теперь снова закурил. Как я могу охарактеризовать наши отношения? Это было счастье. Счастье. но ваша связь близилась к завершению. Ничего подобного. У вас возникли определенные сложности. Ничего подобного. Так, значит, все было великолепно. Пока примем на веру. Как это понимать? Вы строили планы на будущее? Пожалуй, да. Вы это обсуждали, я спрашиваю, вы это обсуждали? Ага, дети. вот, дети. Вот,